Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня с вами Хаус Флиппер с домом Самарты Майерс. Я сразу-то не понял, вон там Майкл Майерс стоит, как я понимаю, да? Стоит и ждет, когда же мы зайдем в дом, чтобы нас прикончить. Но я думаю, что все-таки это не хоррор, поэтому здесь ничего с нами не случится. Что-то мне уже поцикало. Я почему-то забыл, что есть так... О, здорово. А ты что меня пугаешь? Я что-то еще не пойму, я же вроде не в хоррор играю. Что происходит вообще? Мы тебя отодвинем вон туда. Ты не ходишь же ведь? Мы тебя продадим нахрен. Или топором зарежем, нет? Все, продал. Чтобы нет, меня не пугал. Свет здесь есть в этом доме? Это отлично. Но он моргает, и это не очень правильно. Так вот, я что-то даже не подумал, что это Самарта Майерс. Майерс, думаю, фамилия-то знакомая. Почему... Почему Самарта? Самарты такой нету же ведь ни в фильме, нигде. То есть, к чему Самарта здесь вообще непонятно. Двери какие-то открываются. Но я понимаю, что здесь... А, прежде чем... Это самое, что-то делать. Мне сказали осмотреть дом. Мы, естественно, осмотрим. Пойдем... Ой, 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 что со мной происходит-то? Это что такое? Картинка какая-то? Почему у меня видоизменился обзор? Ничего здесь больше нет? Или что-то? Или что-то все-таки есть? Что тут за розетка? Ой, смотри-ка! Страшно-то как. Ой, все меняется, смотри. Ничего себе! И выйти нельзя, что ли? Эй! Впусти меня! Замуровали, ироды! Мужик, ты что-то натворил, походу. А я даже сюда повесить не могу, потому что здесь дверь. Ну, впусти меня. Что я должен сделать, чтобы меня... Вот, все. Чтобы меня выпустили. Наконец-то. Я так понимаю, здесь... Хотя... Пойдем еще раз в подвал сгоняем. Вдруг здесь что-то на самом деле есть? Вот в этой стене, может быть, что-то есть? Нет, ничего нет. А здесь? Здесь тоже вроде ничего нет. Так вот, кто не смотрел Хэллоуин, то посмотри обязательно. Интересное кинцо. Мне очень понравилось. Я тогда, когда давно, лет 10, может, назад смотрел. Стоящий фильмец. Он реально страшный. То есть, ну, не то чтобы прям страшный-страшный. Сейчас фильмы снимать страшные не умеют. Так как это старый фильм, естественно, он достаточно пугающий. Такой он жуткий. Там много очень... Ой, какой звук страшный. Очень много таких моментов нагнетающих, жутких. Он же там за девочками какими-то охотился постоянно, которые там неугодные там или что-нибудь такое еще. Которые там вели себя распутно. То есть, по-моему, там первая самая часть... По-моему, это была первая самая серия, где они на вечеринку собирались. И он пробрался в дом, если мне память не изменяет, к тем девчонкам и порезал там всех. Ну, приходи сюда, дружище. Так, не, я не хочу. Я выходить не хочу. Я хочу просто посмотреть на Майкла. Майкл, сынок, ты так вырос. Ты такой взрослый стал. Но двери здесь, короче, больше не пугают, потому что это известно, что они просто открывают самостоятельно. Ну, пойдем на второй этаж. Там мы еще не были. Так, и что здесь? Почему везде вода течет? Она течет где-то вот здесь. А где она здесь может течь? Хрен его знает. Ну, пойдем вот в эту комнатку. Здоровеньки! А ты что, куда ты побежала, женщина? Кто это вообще был? Не знаешь? Я тоже не знаю. Пойдем дальше. Сохранение прошло. Отлично. Так, комната пустая. Ну и ладно. Угу, 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 угу. А, ну то есть это все, да? Кончился. Кончился у нас дом. Вроде как больше веселья здесь никакого нет. Так, ну свет зато работает. Электричество, то бишь, в доме-то есть. Это один и тот же выключатель. Па-ра-па-па-пам. Ну, давай тогда приступим что-ли к ремонту. Но хотя бы к очистке. Здесь очень грязно и очень темно. Так, а где я сейчас свет включил? Блин, ну прям, не знаю, некомфортно мне в этом доме находиться. Что там такое? Потому что... Потому что... Потому что темно очень. Мне не нравится, когда темно. Я люблю, когда светло. В этой комнате нет света. Это очень грустно. Ведь да, ведь здесь нет нигде света. Здесь нигде больше он не включается. Ну давай повесим хотя бы какую-нибудь люстру. Чтобы... Ну, чтобы было. Чтобы я хоть, не знаю, хоть видел хоть что происходит. Давай зайдем в освещение. Где оно здесь есть? Вот освещение. В потолочные светильники зайдем. И, естественно, возьмем... Па-ра-па-па-пум. Какую-нибудь такую прям... Лампу. Я думаю, что вот такую тройную лампу. И, естественно, в белом цвете. Ну, потому что здесь и так очень много темных цветов. Чтобы... Чтобы... Чтобы еще черные вешать. Ну-ка. Нормально? Нормально. Смотри, казалось бы, лампочка-то новая, а все равно моргает. То есть здесь перебой с электричеством все-таки. Ну-ка. Нет, я не то хотел нажать. Я хотел на фонарь нажать. То есть здесь нам придется с тобой ремонтировать весь дом. Очищать, по крайней мере, точно. Вот в такой темноте. Ну, как бы это меня абсолютно не пугает. Я думаю, мы продадим с тобой всю мебель, которая здесь есть. Ну, чтобы... Ну, чтобы было. Чтобы она нас не отвлекала, чтобы она не мешалась. Это не мусор, это не мусор. Сделаем санузлы и обновим комнату, естественно, кухню и комнату. И на этом закончим. Ну, потому что больше, я думаю, делать здесь не будем ничего. Ввиду полной бессмыслицы здесь что-либо делать, просто продадим. Я все-таки стремлюсь к дому на луне. Ну, почему? Зачем мне этот эффект вот в этой комнате? Я, конечно, понимаю, что страшно. Но когда ты первый раз заходишь, страшно. Почему дать, что он работает? Что там-то страшного? Я на втором этаже весь мусор убрал, нет? Все коробочки. Здесь их, в принципе, и нет. Здесь их тоже нет. Ой. И здесь их тоже нет. Ну, давай приступим тогда к отмыванию. Потому что нам нужно вот эту всю помойку отмыть, чтобы Майкл пришел, сказал, ну, ничего себе, какой ты молодец, отмыл мне дом. А я ему скажу, да... Миколай, Миколай, как правильно? Майкл, Майкл. Как правильно сказать, Майкл? Миша, Мишань, ты убирайся почаще, у тебя так всегда будет. Он мне скажет, не, мне некогда. У меня дела, там все дела, тыры-пыры, восемь дыры. Давай ты лучше почаще ко мне приходи, я тебе денежку буду давать. И мы с тобой будем договариваться уже насчет всяких уборок, там, всех вот этих вот личных вопросов. А я ему скажу, давай, я не против. Я не против, Мишань. Я только за, лишь бы платил. Ну-ка. Тарарарам, парарарам. Так, а, это тараканы. Ничего себе, тараканчики. Написали там, типа, вот, что ты тараканов, верни тараканов. Ну, не, ребят, я, понимаете, я не хочу тараканов возвращать. Тараканов... Не, ну, здорово, конечно, когда их видно, но если людям, многим там не нравится, даже если одному не нравится, то это все-таки... Ну, зачем? Они, конечно, может, атмосферы прибавляют, какой-то глупой вот этой атмосферы с... Как они называют? С тем, что здесь грязно, то есть они прибавляют этой вот небрежности помещениям, но все же... Все же как-то сильно-то они не влияют ни на что больше. Если тебе нравятся тараканы, я рад, конечно, за тебя, но мне вот, например, они не нравятся. Мне не то, чтобы они не нравятся. Кому они не могут нравиться вообще, ты мне расскажи? Никому тараканы не нравятся. Тараканы — это твари, которые поселяются, когда... Когда... Да независимо могут от тебя поселиться вообще, и все, и будешь с ними жить. Им особо даже не принципиально. Хочешь ты этого или нет, они поселятся у тебя и будут жить. Еще и радоваться будут. А ты будешь страдать. Потому что они абсолютно неэстетично выглядят и абсолютно не радуют глаз своим присутствием. Где выход-то? Вот. Так, это вот тут вот грязь какая-то, представляешь? А, это может быть вон там грязь-то. А я тут пытаюсь отмыть. Где? Где? А, вот. Так, так, так. Ну-ка. Вот здесь где-то грязюка еще, да? Да. И вот здесь грязюка. Почему у меня лампочка-то перестала гореть? Эй, что происходит? Не дури. Хватит. Хватит таким заниматься. Пойдем вот в эту комнатку. Здесь мы, наверное, еще не отмыли. Ну, или вот здесь где-то наверняка. Он не хочет отмываться, представляешь? Не хочет. Говорит мне, глупостями такими не занимайся. Не буду я отмываться. Художественный беспорядок. Здесь осталось всего немного грязи. Да, здесь на самом деле осталось всего немного грязи. В большей степени все же это... Как ее называют? Не грязь, а сорнячки и все дела. А, ну то есть... А вообще грязи не осталось, да? Получается, я отмыл всю домину эту. Ну, давай тогда пойдем по сорнякам. Было бы здесь светло, было бы вообще здорово. Цены бы не было. А то от этого налобного фонарика особо как бы... Проку нет. Ну-ка, вся. Где здесь? Я буду по карте смотреть. Я просто так вообще ничего не вижу. Ты, конечно, может тоже ничего не видишь, но я выполняю задание, а ты можешь просто наблюдать за мной. Угу. О, гробик. Смотри-ка, нашел, что гробик нашел. Ни хрена себе, вот это новости. А... Простите мне, а мне нужно его будет закопать сейчас или что? То есть, если закопать, то здорово, а если нет, то даже не знаю, зачем он нужен здесь. Это, наверное, и есть Саманта? Ой, Самарта это, Эликсов. Вставь в гроб. Не, а подожди, а может быть что-то с ним можно сделать? Не? Топором там разрубить. Тоже нельзя. Блин, а... Не, ну так неинтересно получается. Ну-ка. Не, слушай, не работает. Ну, давай закопаем. Где лопата-то? Я человек простой, но надо... Надо закопать, значит, закопаем. Присыпать землей. Такой вот. Ой. Ой. Посветлело. Ничего себе. Кто бы мог подумать, да? Что такая красота появится. А что, выкопать можно обратно или нет? Или же это насовсем? Просто как-то неожиданно произошло все, что я даже не понял. Ну-ка, а лопата есть у меня? Просто так лопату нельзя взять? Я бы выкопал и все. Ну, хреном ее продать надо, да и все. Я его за сколько-то прям продал? Хорошо, слушай. Я гроб продал только что. Я не разобрался за сколько, но я продал его. И у меня что-то было около двух миллионов, нет? Мне кажется, у меня было два миллиона. Если я, конечно, совсем не рехнулся, то у меня было два. А сейчас 3900. Ну ладно, не будем мы судить, а то я буду как дурачок выглядеть. Что придумываю сейчас и радуюсь тому, чего не было. На самом деле. Так что... Так что все равно... Так что все равно, мы большие молодцы с тобой. Смотри. Мы закопали гроб. Потом... Потом что? Потом появился день. Потом его продали. И вообще красота. И все. И больше злата в этом мире нет. Осталось лишь добро и позитив. Где здесь? Все, отлично. Так, в той стороне больше нет ничего, да? Большой какой участок. Очень большой участок. Бегать по нему одно неудовольствие. Теперь свет не моргает. Вот радость-то. Давай переложим плитку в ванной комнате. Вот это вот продадим. Возьмем... Возьмем, посмотрим, что у нас тут по навыкам. Кротовины мне не нужны. Выкапывание лопатой быстрее на 75%. Давай его выучим. И, естественно, вот все. То есть, вот переговоры полностью выучены. Вот со строительством немножечко у нас проблемки. Хотя, в принципе, проблем никаких нет. Давай займемся стенами. Стены. Плитка. Стенная плитка. Белая фарфоровая плитка. Прям белая-белая, которая. Хотя... Да, вот эту купим. Купить несколько. Так, так и так. Я как бы человек простой. Я думаю, что мы с тобой сейчас заделаем... Я как уже сказал, в ванной. Одну комнату на втором этаже. И там что-нибудь еще приделаем. И на этом закончим. Мы продадим этот дом. С барышем там миллионов пять. Накопим дом на луне и поедем в него. Потому что я хотел в дом на луне. Хотя, посмотри, какие там фишки в этом доме. А здесь, кстати, должен быть бункер. Здесь должен быть бункер. Это я точно знаю. Потому что там, когда покупал дом, был значок бункера. Так что мы сейчас его должны найти. Хотя, может, этот бункер и был подвалом вот этим. Но если так, то это не круто. А если есть бункер еще какой-то, то это здорово. Кстати, мы в подвал-то не сходили после того, как... Закопали гроб. Так что, может быть, там что-то интересное. Сейчас, сделаем ванную и пойдем. Больно медленно он кладет эти плитки. Очень много времени тратится на это все. Отношения вот у семьи ко мне становятся хорошими. То есть, мы, наверное, все-таки займемся, опять же, как и в прошлой серии. Ну, не в прошлой, а когда вот мы дом торговцы отделывали все-таки с семейным каким-то вот вариантом дома. То есть, скорее всего, нам придется две комнатки отделать для детей, для родителей. Пока что предварительная моя информация. А так хрен его знает, как пойдет, как пойдет. Мне там столько сложностей понаписали. Как будто бы там нужно, мол, было докупить то-то, нужно было докупить все-то. Чтобы была комната, считалось там такой-то, считалось такой-то. Я ж офигел. Я на самом деле, вот, знаешь, я привык играть. Вот, играть, именно играть. А что-то проявлять какую-то там творческую личность свою я не привык. И, естественно, когда играешь в такие игры, волей-неволей хочешь какой-то инструкции. А тут, получается, тебе вместо инструкции по лбу просто поводят и скажут, нет, никаких инструкций. Только не сегодня. Так, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам не хватит на одну, следовательно, мы вот это дело продаем. Подожди. Продаем. Положи. Продаем. Продаем. Покупаем красочку. Белую. Белую-белую краску. Покупаем. Сочку купить сейчас. Поставить сюда. Возьмем кисточку и помазюкаем кисточкой вот по откосам. Тихо ты, я... Бляха-муха. Плитку продал рано. Вот я так вот всегда делаю. Ну, это что значит? Вот как это называется? Вот представь, что вот накосорезил прямо на ровном месте. Вот казалось бы, да, вот где можно здесь накосорезить? Ну, я нашел. Я нашел, где накосорезить. Ты, если что, не знаешь, где накосорезить, спрашивай у меня. Я тебе расскажу обязательно. Ладно, давай продадим. Мы ничего больше особо делать здесь не будем. Не должны, по крайней мере. Пара-па-па-па-пам. Батарейка. Батарейки, можно сказать, типа, не этого, не ставить. Но нет. Батарейки это самая важная часть в доме. Без батарейки будет холодно. А если будет холодно, то кто захочет тут жить? Правильно? Правильно. Ноги, руки должны быть в тепле. Соответственно. Соответственно. Что так медленно работает-то все? Эй, сантехника. Соответственно, мы будем устанавливать все. Призма. Что-то новенькое. Захотелось мне попробовать. Так, серое это основание, серое это ножки. Да? Да, это ножки. Белый, белый. И столешница, естественно, серая. Хотя она тут вообще как-то не особо отличается. Так, это не сюда. Это вот сюда вот, да, ставится? Угу. Вот сюда в уголок поставим. Установить. Так. Так. Быстро-быстро закручивается все. Подсоединяется. Отсоединяется. Так. Сяк-сяк. И я даже не удивлюсь, если я что-то здесь в этом доме пропустил. Но сильно не ругайся, если я реально что-то здесь пропустил. Так что... Я не сомневаюсь, что я мог что-то пропустить. Так. 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 Угу. И здесь, естественно, душ. Ну, или же ванная. Что здесь должно стоять? Ванная. Bath and showers. Вот такая ванночка будет стоять. Помещается даже. Смотри, какая красота. Поставили. Вкрутили. Вкрутили. Поставили. Вкрутили. По. Все, что ли? Здорово. То есть ванную мы с тобой сделали. Пойдем. А, подожди. Нет, не сюда. Мы хотели сходить вниз. Посмотреть, что там изменилось. Картины как висели, так и висят. Естественно, тут как был тупик, так и остался. Ничего не изменилось. Но, в принципе... Погоди. Это что значит? Откуда здесь луч солнца золотого появился? Расскажи мне. А где бункер-то? Бункер-то куда пропал? Я не пойму. Или это и есть бункер? Вроде идеально чистый. Нет, не идеально. Вот сейчас идеально. Вот сейчас красота. Луч солнца золотого. Так, здесь что-то можно... Это... Вот где-то здесь что-то есть. Не понял. Надо сломать стену. Сто процентов. Здесь что-то наверняка есть. Во! Наверное, нужно было сюда еще, когда... Не закопали гроб зайти. Да? Или что? Здесь что? Что здесь-то? А здесь ничего. А здесь что? Больше делать ничего. Странно все это. Ну и ладно. Картинки мы все продаем, потому что... Картина может быть и здоровская, но она жуткая. К тому же... Она здесь вообще ни к чему. Нахрена в подвале такие страшные картины? Расскажи мне. Сейчас нам дадут навык... А, не, не дадут. Нужно их построить. Стен-то, а не сломать. Все разлетается во все стороны. Смотри, как я его вытворяю, а. Так. 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 Красота. Красота. Пара-па-па-па-пам. Что мы делаем? Сейчас водички попью и продолжим. Естественно. Отделываем мы с тобой на втором этаже комнатухи. Тихо, а вот эту маску можно продать? Почем? Просто удалить можно. Очень обидно. Комнатухи. Вот эту вот давай отделаем в ванную. Потому что можем. В принципе, туалет и вот эту вот раковину мы делать ничего не будем с ней. Полотенцесушитель поставим и прилепим сюда душ. А потому что надо. Потому что надо все-таки. Ну, не просто так мы сюда приехали. Приехали и купили эту ерунду. И ерунду эту в виде дома. Такого старого. Но дорогого. Достаточно дорогого. И просто так, что ли, мы уйдем отсюда? Нет, конечно. Подожди, а почему не устанавливается? Может быть, другой угловой какой-то душ нужно поставить? М? Не пойму, что нужно-то? Ты можешь купить? А-а-а! Ёпт! Отвинтить нужно. Опять я забываю про это отвинтить. Но почему вообще я должен что-то отвинчить? Почему нельзя самостоятельно там, пока я несу душевую кабинку до стены, отвинтить как-то автоматически? Что об этом думать должен вообще? А, понятно. Все, блядь. Ясно. Классно. Здорово. Вот ты, к счастью. Я не пойму, в чем я так провинился-то? Серьезно, что ли? Ну, твою мать. Луч, солнце, золото. Как бы мне вот так вот сделать, чтобы вот это дело опустилось? Один хрен. Она хочет, чтобы я так вот туда залез. Я хочу душевую кабину продать. Душ продать. Эй. Ну, нет, я ломать ничего не буду, короче. Не хочет, значит, не нужно. Будет такая душевая кабина, корявая, наискосок недоделанная, дело не мое. Пошло оно все нахрен. Не буду я это делать. Серьезно, это глупость. Это глупость. Я просто, например, хочу поставить. Полотенце, сушитель. Я хочу установить душевую кабину. Почему я должен мучиться? Почему я должен ломать стены ради того, чтобы поставить эту душевую кабинку? Я не должен этого делать. Что нельзя с этой стороны установить? В чем проблема-то? Не хочет, значит, не нужно. Правильно, правильно. Да, я так считаю. Так, так, так. Ну, в целом, готов дело. Но плитку все равно, конечно, переложить бы нужно было, потому что как-то все грязно выглядит, зачухано прям. На полу-то плитка еще норм, а вот не хочется, не хочется ей устанавливаться. Лучше перейдем вот в эту комнату, а потом в ванную вернемся. Надо какое-то разнообразие все-таки выносить, а то получается, что мы с тобой ваннами, да ваннами, ваннами, да ваннами. Батарейки сказали, лучше не устанавливай, когда тебе мешает, как ее называют, когда тебе мешает мебель. То есть тогда можно не устанавливать. Ну, я согласен полностью, да, лучше так делать не буду. Точнее, именно так я и буду делать. Вот здесь стол стоит, и батарейку туда ставить вообще не круто. Краску в рыжую медную монетку поставим. Нет, давай не в медную монетку. Давай покрасим в такой утреннюю желтизну. Что за утренняя желтизна, я не пойму, но, наверное, очень интересный цвет. Ну-ка, ничего. Ладно. Гипс, так гипс. И как? А! Че творим, че творим. Че вытворяем. Слушай, классно. Очень неправдоподобно, но классно. Сейчас разукрасим все. Будет очень живо выглядеть. Будет все очень круто выглядеть. Детская получается. Это, наверное, детская, потому что здесь такая кроватка односпальная. Стул, стол, типа для учебы, все дела. Шкафчик для одежды. И вид из окна на сад. Ну и, естественно, там вот на крышу. Больше никуда здесь особо не посмотришь. А, ну и больше никуда не надо смотреть. Зачем это? Зачем это куда-то смотреть? Музыка здесь такая, знаешь, типа... Хоть мы и закопали уже Турпецкого-то, но все равно музыку не поменял, игра. Вот что сейчас произошло? Вот ты зачем завис сейчас? Объясни мне. Вот че ты делаешь там жестким диском? Чукча, блин. Мой компьютер решил что-то придумать. И об этом мне не говорит. Он именно с жестким диском, на котором сейчас вообще никаких операций не должно производиться, что-то делает. И меня это пугает. Меня изредка это начинает напрягать. Потому что оно не должно же быть ничего без моего ведома делаться на моем компьютере. А он мне сегодня, знаешь, что сделал? Я сижу. Сижу, никого не трогаю. Точнее, как сижу. Я занимался своими делами. Поставил рендерить видео. Думаю, ну, пускай. Рендерить там час написался. Как раз вот был хаус флиппер. Тот большой, который. Прихожу, а он мне написал. Нужно срочно перезагрузить. И перезагружает. И мой наичудеснейший, налюбимейший Adobe Premiere не стал противиться этому заявлению. И взял, да и перезагрузился. Ну, а че? Че нет? Почему не перезагрузиться бы, да? Я тоже так подумал. Почему бы не перезагрузиться? Правильно. Он там полчаса уже отрендерил. Оставалось там что-то около 20-25 минут. Он взял и перезагрузил. Я смотрю на него, на этот компьютер, думаю, ну ты вот как вообще? Нормально у тебя все там с головой-то? А ему какая разница? Он взял, да перезагрузился. Обновление ему внезапно решили установить. Я такой злой был. Ёб твою мать, думаю, полчаса просто в никуда. Просто в никуда. Взял, да потратил. Ну и пришлось еще раз запускать. Обидно было. Обидно до жути. Весеннюю траву давай. Траву. Траву. Как мне написали. Трава же. Трава. Траву. Я мне как-то непринципиально. Траву да траву. Стой, а у меня... У меня до этого какой был цвет? Утренней желтизны, да, какой-то? Да, утренней желтизны. А то мне почему-то показалось, что я таким цветом только что покрасил. Но нет. Ляпота. Сейчас будет комната вообще отличная. Но это будет родительская комната. То есть это будет такая комнатушка с двуспальной кроватью. Здесь вообще мебели никакой нет. То есть здесь все только в наших руках. Мы сейчас захреначим сюда кровать большую. И доделаем ванную. В подвале делать здесь особо нечего, поэтому подвалом мы заниматься не будем. Так. Красота. Опа, не красота. Пропустил. Откуда здесь плитка-то взялась? Кто сюда плитку положил? Эй. Ребята, кто сюда плитку внезапно решил положить? Непонятненько тоже. Так, стены. Здесь окна есть. А что с окнами? А, с окнами это... Занавески. Это все не то. Мне нужны стены. Нужна краска. Нужна белая. Белая эска. Купить сейчас. Набрать. И покрасить от косики. Так. По-моему, он уже был покрашен. Но меня это не волнует. Я должен знать, что у меня все покрашено. Правильно я говорю все? Правильно, конечно. Как я могу неправильно говорить? Так, здесь у нас что? Здесь не покрашено. Мы сейчас покрасим. Нам делов-то. Экономия реально хорошая вещь. Мы экономим. Сейчас экономим мы время. И деньги. И вообще все. Так, двуспальная кровать будет стоять вот здесь. Я сейчас перенесу немножечко краску, чтобы внезапно нам места не хватило. Мебель для спальни. Спальня, спальня, спальня. Спальня, кровать. И кровать поставим какую-нибудь эдакую, такую красивую, что прям вот такую. Вот такую. Таком в светлом тоне. Заправим вот такими цветами. И простыню. Ну, простыня пусть такая и остается. Ставим кровать вот сюда. Две спальни. Это что? Что две спальни? Не место для игрушек. Здесь есть игрушки. Где здесь игрушки? Письменный стол возле кровати. Мы на семью ориентируемся. Мы ориентируемся на семью, поэтому нам с тобой письменные столы не нужны. Нам нужны для спальни прикроватные тумбочки. Прикроватная тумбочка будет вот такой. Классическим комодом. В светлом цвете. Правда, я не знаю, как-то немножко она отличается от... Одну не купил, представляешь? Точнее, одну только купил. Цветом отличается от кровати, конечно. И еще и не влезает вот сюда. Это очень обидно. А она и не влезет. Она и не влезет. Вот досада-то. Спальня прикроватные тумбочки. Вот такую, обыкновенную самую куплю, чтобы вообще не выеживались. Так оно и должно было быть. Вот так. Оп. Опять одну купил, представляешь? Вот что такое? Купить сейчас. Вот сюда. Так, подвинуть надо. Вот так. Вот так. Угу. 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 Красота. Могу продать, конечно, дом, но делать я этого сейчас не буду. Ну, потому что... Потому что... Батарейку можно установить. Мы сейчас ее и установим. Здесь батарейку можно спокойно... Хотя... Блин, трюмовый сюда поставь... Или вот сюда... Не, давай прикроватный этот... Не прикроватный. А туалетный. Туалетный столик прихреначим. Вот сюда вот куда-нибудь... Такой богатый. Вот такой. Но в светлом цвете. С черными ручками. Соответственно, никак иначе. Вот сюда. Во все окно, чтобы стояло. Уберем вот это дело. И поставим сюда какой-нибудь стул. Ну, подставка для нох это, конечно, здорово. Но мне... Подставака? Подствака. Мне нужна не подставка, а мне нужна... Мне нужен пуф для туалетного столика. Вот такой. И только светлый можно какой-нибудь купить, нет? Ну, давай вот тогда вот такой уж. Че уж тут стесняться купить сейчас. Ну, пойдем вот в эту комнату. Продадим вот эту лампочку. Она нам нахрен не нужна здесь. И, естественно, возьмем нашу любимую, которая... Которая очень яркая и которая очень... Очень хороша собой. Купить сейчас. Ее, по-хорошему, в двух экземплярах надо было приобрести бы. Чтобы... Чтобы прям вот прям ярко-ярко было. Во! Красота! Комната сразу ожила. Эта комната будет... Не знаю, че за комната это будет. Ну, давай ее просто перекрасим всю, чтобы... Чтобы что было? Чтобы... Ну, чтобы было. Чтобы... Чтобы комната была в человеческом виде просто. Стены покрасим в какой-нибудь цвет там, я не знаю, в сербурмалиновый и... Солнечно-оранжевый. Пусть будет солнечно-оранжевый. Не знаю, зачем, но пусть будет солнечно-оранжевый. К чему он здесь вообще не колышет? Просто пусть... Во! Какой яркий свет. Классный. Пусть будет. Нам нужно сбагрить этот дом подороже просто. Вот и все. Поэтому нужно отремонтировать все. Поперекрасить все стены, естественно. Скорее всего, да. Скорее всего, все стены мы сейчас перекрасим. Потому что я что-то подумал. Нужно жить... Заниматься именно ремонтом всего дома. Иначе мы дорого-то продать не сможем. А на заданиях особо мы... Не выиграем столько денег. Нам для покупки дома, который на Луне, нужно 23 миллиона. Даже если мы сейчас этот продадим, но в 23 мы не уйдем. А я хотел бы сразу 23 набрать. Ну, даже если пусть пару заданий нужно будет выполнить, наберем. Так что... Так что готовьтесь к дому на Луне. Не знаю, зачем он мне нужен, но я хочу посмотреть. Ну, естественно, тоже гардеробную тоже... Возьмем и Пайтон с лампочкой. Гардеробную тоже в рыжий покрасим. Так, это все? Это все. Дай двери эти продадим. Они мне очень не нравятся. Возьмем вот эту вот белую краску. Намазюкаем. Откосы. Кончилась краска, представляешь? Как внезапно кончается краска. Это... Как такое может быть вообще? Так, это все покрашено. Это все покрашено. Продаем дверь. Берем с тобой двери межкомнатные. Вот токенскую, светленькую, естественно. Потому что зачем нам не светленькая дверь? Купить несколько. Возьмем и поставим их. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Пусть будет. Никаких дорогих вещей. А что тебе надо здесь? Все бриллиантами, золотом увешать? Мрамором оббить? Нет, так мы не работаем. Мы вообще-то здесь сделаем практичный. Практичный ремонт, который будет дешево, сердито выглядеть. Ну нет, выглядеть он будет строго, но обойдется нам недорого. Давай-ка мы с тобой покрасим стены в этой прихожке. Как ты считаешь? Наверное, да, нужно. Только вот, опять же, с моим вкусом, я думаю, что мы с тобой выберем... Я не знаю, я бы вот все в розовый покрасил, был вообще классно. Песочный миндаль. Пофигу. Пофигу, купить сейчас. Возьмем вот эту краску, намазюкаем все стены этой краской. Чтобы не придраться. Все к дверям. Под дверь краску подбирали. Если у тебя до сих пор еще оставались вопросы по поводу моего стиля, по поводу моего вкуса и по поводу видения общей картины, я думаю, сейчас они у тебя пропадут. Ой, блядь, упал. Представляешь, упал. С лестницы упал. Горе-ремонтник. Доремонтировался. Ну что ты падаешь-то постоянно, ну? Я же просто стою на перилах. Я же ничего такого сверхъестественного не делаю. Никаких кульбитов не прошу выполнять. А ты падаешь, падаешь и падаешь, падаешь и падаешь. Музыка уже на мозги давит, если честно. Уже прям тяжело так. Вообще, по факту, я не знаю. Нужно просто прибираться в этих домах и продавать. Потому что я не знаю, ремонты я особо делать вот такие не люблю. Я отсебятины делать не хочу. Я хочу выполнять задания. Я все-таки в игру играю. Выполнил задание, получил денежку, получил вознаграждение какое-то и пошел дальше. А тут, получается, самому что-то придумывай, делай какую-то хреновину. Ну, что делается, зачем это все делается, хреново поймет. Я же не дизайнер все-таки, в конце концов. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножечко накосорезил. Ну, ничего страшного. Красота. Так, где у нас здесь краска-то белая? Вот она. Вот она белая красочка. Намазюкали. Молодцы. Теперь мы берем с тобой светильники. Где тут недавно купленное все мною? Вот она. Купить сейчас. Естественно, вешаем вот сюда. А, я же несколько... Чего? Пусть... Больше, больше. Пусть видят, с кем они имеют дело. Больше и больше чушь. Богато? Я бы не назвал это богато, дружище, но... Если ты так считаешь, то пожалуйста. Учитывая, что здесь не особо прям ровно все это висит. Даже не то, что не особо, а вообще не ровно висит. Вот это, конечно, блин, мне не нравится. Мне прям не нравится сейчас, что я делаю, но... Блин, ну пусть светло будет хотя бы. Я же купить несколько хотел нажать, нет? Не нажал, да? Ладно. Не нажал и не нажал. Чего сразу ругаться-то? Чуть-то передвинуть надо. И все, и включить. О, все, ярко стало, все здорово. Теперь перейдем вот к этой комнатухе. Поставим ровно стол, стул. Ну-ка, что такое-то? Так, он ровно стоял, хорошо. Но здесь больше делать нечего. Давай телевизор повесим вот сюда. Зачем он, правда, здесь уперся, я тоже не знаю. Но почему нет? Почему нет? Развлечение. Телевизор. Хочу настенный... Ой, нет, настенный монитор я не хочу. Я хочу... Телевизор. Телевизор. Микрофон браши. Нет, микрофон я тоже не хочу. Я хочу телевизор. Подвесной. Купить сейчас. И повесить напротив этого. Напротив... Кровати. Теперь перейдем к... Первый. Первому этажу. Удалим отсюда все светильники. Вот эти некрасивые. И возьмем какой-нибудь светильник за... 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 За основу. Давай возьмем потолочные светильники. Какие-нибудь красивые. Какие-нибудь по-своему красивые. Длинные не хочу. Хочу, чтобы вот они были не очень высокие. Не очень выс... Низко, чтобы висели. И... Очень хорошо светили. По-хорошему, нужны вот... Типа вот таких люстр. Накупить. Правда, много люстр тоже не нужно покупать. А то получится просто... Колхоз. Правда, это люстра сама по себе колхоз, но... Ну, что ж поделаешь. Но они вообще не светят. Они вообще не светят. Это ужасно. Мне не нравится, как они работают. Мне нравится, когда светят хорошо. А это не светильники. Это кошмар. Посмотрим... Нет, стоящие тоже светить особо не будут. Получается, это... Тоже... Такая... Ерундистика. Вот эта люстра будет светить? Купить сейчас. Давай посмотрим. М-м-м-м... Да... Какая-то ерундистика. Не, давай, короче, по старинке. Просто по старинке. Самые удобные светильники, самые... Блин, купить несколько. Самые интересные светильники по своему... Как ее называют? Количеству света излучаемого. Это вот эти. Если кто со мной не согласен, то напишите, почему нет. Самые лучшие светильники это эти. Смотри, как светло сразу становится. Ты ходишь, у тебя все светло, все красиво, все здорово. А здесь как в жопе, блин. Вообще ничего не видно. Вот смотри, ну что это за светильник? Он больше поглощает, чем излучает. А здесь красота. Здесь все видно сразу становится. Так, ну давай мы с тобой... Что сделаем? Давай мы с тобой покрасим здесь стены в... В какой-нибудь такой цвет. Какой мы цвет покрасим с тобой? Как его называют? Стены. Какой цвет мы можем выбрать здесь? Натуральный бежевый, стальной серый. Белый, розовая дымка. Мне нравится розовая дымка, поэтому купим ее сейчас. Не знаю, зачем я этот цвет крашу. Давай, не надо меня осуждать за этот цвет. Не надо мне говорить, что вот ты сделал говно. Но я знаю. Мне просто нравится этот цвет, и я просто решил покрасить стены. Почему здесь розовый цвет, вообще не знаю. Когда у меня такой огромный выбор, я теряюсь и не знаю, что правильно выбрать. Ну-ка, покрасил, нет? Сейчас будет у нас с тобой розовая комната, очень светлая розовая комната, и мы ее поставим тут диван какой-нибудь, столик. А кухня-то у нас где будет с тобой? Кухня-то куда делась? Может здесь кухню сделать? Тоже не здорово. Кухни, получается, вообще нет? Наверное, вот здесь вот у нас будет с тобой кухня. Да, так и решим. Почему-то у меня так все фризит, хотя 60 стабильных кадров она выдает. Непонятно, что это либо у меня в глазах уже рябит, либо же еще что-то. Ну-ка, набирай. Ну-ка, возьмись. Возьми себя в руки. Сейчас накрасим стены, все будет красиво. Чики-пуки просто все будет. Цвет приятный сам по себе, но к чему он здесь нужен? Вот этот вопрос у меня все-таки не дает мне покоя. И почему именно его я выбрал? Ну, потому что он светлый. Потому что он красивый. Мне нравится этот цвет. Он такой спокойный. Ну, согласись же, спокойный цвет. Хорошенький. Так, здесь больше делать нечего. Здесь тоже. Здесь осталось только вот это. Еще разок кисточку макнуть. Валик, точнее. Нет, не разок. Еще разок придется макать. Так. Ля пота. Сразу красиво все выглядит. Выглядит все потрясно. Хотя, давай еще тоже. Откосы тоже белым не будем красить. Давай откосы тоже розовым закрасим. Ну, как положено. Как у нас в заданиях все написано. Так мы и тут делать тоже будем. На втором этаже пусть будут белые. А вот здесь... Здесь кто-то плитку положил. Кто здесь плитку-то клал? Это, получается, вторая комната, где есть плитка на этих, на откосах в окнах. Это странно. Мне кажется, это какая-то ошибка. Так, здесь поставим и диван. Здесь угловой диван какой-нибудь залепим. Правильно? Нет? Пол, я думаю, такой оставить. Хотя... Хотя... Хотя, давай посмотрим, что на полу можно положить. Напольное покрытие, я думаю, какой-нибудь вот такой вот. Хотя, мне кажется, и есть, нет? Во, вообще класс. Мне нравится такой цвет. Мне нравится, реально нравится. Красиво смотрится. Это вот сюда вот передвинуть. Зачем, правда, тоже не знаю. Ну, пусть здесь стоит. Диван. Диван. Ой, мебель. В... В гостиную. Кресло, диваны. Диван вот нужен нам с тобой угловой. Вот такой. Нет, вот... Левый угловой, правый угловой. Какая разница-то? Они еще одинаковые, нет? Даже стоимость одна и та же. Наверное, вот левый все-таки. Ой, правый. Как разница, елки-палки. Белый. Белый, белый. Вот, нет, кремовый. Кремовый красиво смотрится. Он под розовый, под вот это подойдет. Очень хорошо. С белыми ножками. Купить сейчас. Кайфовый диван. Смотри, какой классный. Угу. Естественно, вот сюда вот кофейный столик сейчас залепим. Чтобы можно было кофейку, чайку там попить. Гостей принять. Мебель для... Гостиной. Диваны, кресла, столы. Стол какой-нибудь... Какой бы взять стол? Журнальный столик можно вот такой забацать. В какой-нибудь... Нет, не такой. Бук. Вот бук пусть будет. И белое стекло. Купить сейчас. Красота. Красота. Как это? Без телевизора? Никакой гостиной. А что? Если заглянут девушки. В смысле? Че? Пусть заглядывают. В чем проблема-то? Телевизор повесим вот сюда. Вот над камином. Правда, нахрена он здесь нужен? Вообще не ясно. Так, где они здесь есть-то? Электроника, да, по-моему, должно быть? В электронике, в развлечениях, в телевизорах. Где-то здесь. А есть здесь что-нибудь еще? Нет? Нет, здесь больше ничего нет. Подвесной телевизор. Купить сейчас. Аудио-видеооборудование не бывает слишком... Ух, ты ж нихрена-то выскочил как наверх, дружище. Че для гостиной еще есть? Можно кресло какое-нибудь забацать? Мебель, гостиная, кресло. Например, можно поставить... Вот такое креслице. Только какой-нибудь... Такой вот... Вот с такой, наверное, вот раскраской. Шуфляды какие-то. Это шкафы. Шкафы называется. Ручки беленькие. Купить сейчас. Это вот здесь... Вот, должно стоять было. Но, видать, не судьба. Надо поменьше какой-нибудь купить. Узкая. Вот узкая, да. Надо узкая купить. Такое же, только узкая. Подушка вот в розоватый цвет. Саму в бук нужно вообще было. Ну, можно и в вяз американский. Так и быть. И ручки светлые. Купить сейчас. Влезет, нет? Блин, не влезает. Не влезает. Прямо чутка не хватает. Давай найдем какой-нибудь еще. В гостиной. Это же, получается, на входе нужно разуваться. Сесть, чтобы разуться. Давай куфик пупим. Пупим куфик. Почти то же самое. То, что я хотел сказать. Купим пуфик, говорю. Давай купим сейчас вот такой пуфик. Вот сюда в уголок поставим. Пусть здесь вот садятся и разуваются. Вот сюда поставим пару кресел. Правда, нахрена они здесь нужны? Не знаешь? Я тоже не знаю. Давай шкафами займемся лучше. Буфет, буфет, буфет. Стеллажи какие-то здесь. Зачем они нужны? Шкаф, 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 шкаф. Шкаф витрина, шкаф просто. Стеллаж. Шкафчик, шкафчик. Вот. Классический комод под телевизор. Но у нас телевизор под весной. Следовательно, он нам не нужен. Нам нужно с тобой купить буфет какой-нибудь. Буфет купить. Это естественно. Под Айель. Купить сейчас. Ого, какой он большой. Ну, поставим его естественно вот куда-нибудь вот сюда. Сашеньки. Вот так. Вообще красота. Красота. Я хочу больше стеллажей. Давай тебе еще один вот сюда вот купим. Нормально будет? Нет? Вот сюда вот еще один залепить. Да, будет у тебя место, чтобы складывать вещи. В целом, гостиная такая приятная достаточно. Не знаю, как тебе, но мне нравится. Еще можно залепить сюда несколько полочек. Типа вот сюда вот книжный шкаф какой-нибудь. Это еле вообще была. Коричневый кофе. Ладно, кофейный. Купить сейчас. Сюда вот какой-нибудь стеллажик поставить. Типа какую-нибудь ерундистику складывать. У меня будет место, где я смогу сложить свои документы. Сможешь, сможешь, конечно. Что еще можно сделать? Вот здесь вот кухня мы обещали сделать. Но пока еще, мне кажется, рано. Давай с гостиной определимся. Что еще-то нужно сделать? В гостиной что можно поставить? Кресло можно поставить. Давай креслице купим. Какое-нибудь кожаное тоже. Такое, кремовое. Так, ну я здесь особо не вижу, что бы можно было такое прикупить. Мне нравятся вот такие кресла. Но мне не нравится ее расцветка. Я нажал купить несколько. Почему ты завис? Эй! Блин, ну это-то, конечно, уже совсем. Два дивана? Идеально. Это не диван, это кресло. Хотя выглядит это уже как диван. Блин, мебель разного цвета. Не круто. Но в цвет стены. Тут уже, тут одно. Тут другое. Хер не надел, короче, я не знаю. Давай вот это продадим. И купим сюда что-нибудь нормальное. Это было в декоре, по-моему. В декоре, да? Ну нажми назад-то, что ты такой делаешь-то. Декор, камин. Камин какой-нибудь эдакий, красивенький. Био-камин. Электрический камин Рим. Печь на дровах. Мне вот этот нравится. Подмрамор. Подмрамор классно смотрится, но... Он нам, мне кажется, ни к чему. Светлый серый, вот. Подмрамор нормально, ладно. Купить сейчас. Он ровно не встает. Он прям по ширине не очень подходит. Красота. Красота. Так, здесь у нас что будет? В гостиной нужно картину какую-нибудь повесить. Что мы смотрим-то? Гостиная без картин, это прям не то. И часы, естественно. Часы какие-нибудь такие простенькие нужно повесить. Часы не торопись. Вот часы не торопись, только какие-нибудь... Купить сейчас бежевые часы. Можно куда-нибудь повесить вот сюда вот? Чтобы мы не торопились. И, естественно, эти картинки. Картины, картины. Не знаю, какие можно картины вообще повесить. Какую можно картину сюда залепить. Ты вот знаешь, я не знаю. Что-нибудь такое нейтральное, спокойное нужно. Будет вот эта картина. Она будет висеть вот здесь. И все. Так, ну, давай тогда пойдем кухню... Давай дверь сделаем нормальную вот здесь вот, человеческую. А то ведь мудовое рыдание, а не дверь. И вот здесь. Везде одинаковые двери у нас с тобой будут. Дверь, дверь, межкомнатная дверь. Вот такой, вот такой, вот такой. Купить... Да, и ручку черную. Купить сейчас. Несколько надо было нажимать. Покупать-то, ну. Вот так. И, естественно, купить несколько. Сразу нажимаем, чтобы купить несколько. Так, так, так. Все? Все, наверное, да. Наверное, самое оно. Красота. Ну и пойдем кухню сделаем. Кухню мы с тобой будем делать вот такую. Плиточкой обложим. Плиточкой, плиточкой, плиточкой. Стены. Стены. Настенная плитка. Какой-нибудь такой, знаешь, простой кухонная. Есть здесь прям кухонная, нет? Чтоб было понятно, для кухни она или не для кухни. То я сейчас наделаю делов. А ты потом напишешь, вот, она не для кухни. Зачем такую поставил? Там прилепил плитку. А я скажу, а я такую хочу. Такая мне нравится плитка. Такая плитка красивая. Хотя, я же ведь тебе так и скажу. Комическая плитка классический коричневый. Купить несколько. Вот самое безвкусное, что можно было придумать, наверное. Но я именно такую и возьму, и сделаю. Цвет такой себе, конечно. Но для кухни, для такой, знаешь, в кремовом цвете подойдет вполне. Вообще для любой кухни подойдет вполне. Я дизайнер. Заметьте уже, какая серия выходит огромная. Хотя я вполне планировал выпустить серию, там, минут на 40. Посмотреть, что за дом тут такой. И закончить. А оказалось, вон оно как. Оказалось, вон. Сидим уже больше часа здесь. И пытаемся что-то сделать. Вроде изначально планировалось просто две ванные сделать и комнатку. А потом хренак-хренак и получилось вот, как всегда. Ну, такая жизнь. Она всегда вот так вот преподносит такие сюрпризы неожиданные. Так. Сюда тоже. Сюда тоже. Сюда тоже. опять мне плитки не хватит это очень обидно придется покупать за ну снова целая стена у нас еще есть а плитки осталось хрен да маленько пригодился вы комплект плитки спасибо за информацию я знаю я же ведь и и подбирал в это время зачем ты мне это пишешь пара папам пам 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 купить сейчас взять шпатель и естественно прилепить две плитки которые нам не хватило да 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 так блин ну прям не знаю ладно вот то что она вот так прилипла я это прям не круто выглядит ну ладненько как как есть так и есть пол давай с тобой придумаем какой здесь будет назад назад пол напольная плитка напольная плитка будет какой-нибудь вот фарфоровой под типа вот такой вот мозаикой к чему она здесь вообще нужна я нет это вообще ерунда получается напольной панели и панелька будет у нас с тобой белая ну пойдет короче я не знаю вообще-то под гараж на помещание какой гараж здесь гаража бы не может смотри-ка хрена порисовывается какая история здесь можно дверь поставить большую огромную дверь 2 на 2 которая вот такую купить сейчас и вот сюда вот ее поместить красота красота и вот тут тут будет кухонь угловая естественно сантехника сантехника нам не нужна здесь нам нужна с тобой мебель 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 кухонная кухонная мебель возьмем сразу ту кухню которую мы тогда покупали в том большом ремонте сразу большую кухоньку сделаем в таком наш светлом тоне наверное будет самое она хотя подвук наверное будет лучше хотя подвязы американский будет лучше да самое оно вот так только вот здесь во красота а вот здесь будет столь хотя столик столик есть то будто не здесь наверное ну ладно определим сейчас плита кухонная нужна нам тот раз я что-то под нее про не помню забыл кухонная 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 плита 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 а здесь газ то есть чтобы плиту то ставить не знаешь хрен знает есть тут или нет комплект с духовкой вот есть подвязы американский пожалуйста у нас все должно быть в едином стиле купить блин на место нет а место то нет место не хватает под духовку хотя вот хватило духовка есть а вот вот тут то чё тут тоже готовить будет а есть они где будут я буду здесь ежедневно готовить обед для своей семьи будешь конечно будешь сюда можно чего поставить что можно правда что поставить вообще не при не предполагаю давай чем придумаем что сюда можно еще влепить какой-нибудь шкаф такой такой шкаф купить чтобы он был просто чтобы затычку какую-нибудь влепить туда или же нет холодильник здесь нет давай холодильник влепим кухонная электрика электроника точнее и холодильник 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 А где холодильник? А нормальные-то есть холодильники? Однодверный, двудверный Бойлер Бойлер А, вот холодильник Тихо, не поломай Холодильник Japan Двудверный холодильник Подвяз американский, пожалуйста У меня все здесь в таком стиле Купить сейчас Красота Ну нет, надо немножко правее Ой, левее точнее поставить Чтобы можно было дверцы открывать полностью Красота, красота А вот питаться можно вот здесь вот, например Хотя, блин, тоже такой себе Но, в принципе, что нет На улице тепло? Тепло А когда будет холодно Тогда они уже и решат, где они будут есть Столы Мне нужны столы Нужен такой столик Обыкновенненький Такой вот Тоже под американский вяз Купить сейчас Вот сюда поставим его Маленький стол, конечно Он очень неудобный Но Такова жизнь Ну, стул давай вот Такой вот светлый Под вяз Американский Можно? Какой-нибудь Нет? Нет? Че, нет его, что ли? Вяза нет, представляешь? Это не дело Темный стул Есть вяз Американский И Ну ладно, коричневый Пусть будет купить Несколько Так Так Красота Ну и в принципе Сюда тоже дверь поставим Большую Два на два Тоже светло Купить сейчас Тоже вот так Правильно я делаю? Правильно Как иначе Только здесь нужно было Наверное все-таки Все-таки пол-то другой сделать Давай посмотрим Че здесь с полом Пол Покрытие Это тот пол Который у меня сейчас Или же нет? Да, тот Отлично Давай продадим Все это дело Лишнее И Можно Наверное Закончить Продать Это все дело К хренам собачьим Распрощаться с этим домом Уже и Опа Еще белая должна быть Эта краска Вот она белая краска Отличненько Красота Давай попробуем Продать Насколько у нас Выгодно получится Я не А Наверное растение Куда-нибудь поставим Еще для декора Я не знаю Просто чтоб был Какое-нибудь Растение Маленькое растение Цикламены Петрушки Папоротники Мяты Нет Давай что-нибудь Такое Простенькое Алоэ Несколько Купим Сюда Вот Понаставим На камин Красота Неописуемая Все Все Ну а Ну давай Еще сюда Еще сюда Поставим растение Какое-нибудь Бонсай Голографический Ничего себе Не голографический Мне не нужны Бонсай Мне нужна Петрушка Не нужна Розмарин Тоже нам не нужен Мы же все-таки Не на кухне Все сажаем Правильно Давай Романтические розы Только Ну да Давай красные И В белом горшке Купить Сейчас Ля пота Так Продать дом Выставить дом На аукцион Час с тобой Потратили На все это Дело Выставить На аукцион 2500 2800 2900 2986 22 Семья широких 8 миллионов С него выиграли А давай Мы Попробуем Поторговаться Shift Enter Прибавим Еще полмиллиончика Ну хотя бы Типа знаешь Хотя нет Давай 800 Прибавим Чтобы 780 Чтобы до 9 Договориться О предложении Можно Побольше Чего-то заплатить Или нет Отлично 9 миллионов Сбарышили Принять предложение 9 миллионов Представляешь Заработали Ну и на этом Я могу смело С тобой попрощаться 9 миллионов Мы с тобой Заработали В следующей серии Прикупим Дом На луне По-моему Он 23 стоит Или же Или же нет Сейчас посмотрим Сколько он стоит Браузер 27 Но у нас 25 Я думаю Мы пару заданий Выполним с тобой И Этим и займемся Купим дом И посмотрим Что там есть А сейчас Спасибо большое За просмотр Ставь комментарий Пиши лайки И увидимся С тобой в следующей серии Пока